Я знал почему-то всегда, что будет война. Не знаю откуда у меня было такое ощущение. Я занимался психологией, готовил психику к тому, что там может быть экстремальная ситуация. И весной 2014 года было состояние, что вот-вот мне через какое-то время надо будет идти. Я абсолютно ишел осознанно. Это не было никакое ребячество или еще что-то. Я понимал, что идет война. Моя личная война началась 26 июля. Был солнечный день. Мы стояли с расчетом на высоте возле лагеря. Смотрели периметр. У нас где-то периметр был в районе 10 километров. Мы видели все вокруг. Наша задача была контролировать это все. То есть какие-то перемещения, какой-то транспорт. Возможно там еще кто-то подбирается. То есть мы это все видели. И вот 26 июля я решил, что нам нужен блиндаж, потому что я видел парочку обстрелов, когда были мины с высотным подрывом. То есть когда мина взрывается в воздухе и осколками все, скажем, вокруг усеивает. И я решил копать блиндаж. Ну я сам его копал. Получается жарко. Я его где-то выкопал по колено. Ямку такую вот. Вот. И почистил. Помню еще как так оперся на лопату. Стою. И тут слышу шум над головой. Вот. Поворачиваюсь так чуть назад. И смотрю, когда ракеты из Града падают в поле с подсолнечником. То есть противник, сепаратисты они там вычислили. Нам, у меня местные были люди, которые нам помогали. Они говорили, что местная милиция на вас, на базовый лагерь, на личный состав, на блокпосты. Она собирает информацию для ДНР. Вот. И, получается, хотели одним залпом Града попасть по лагерю. Там были зажигательные ракеты и осколочные. Они хотели одним залпом Града уничтожить нас весь базовый лагерь. Но они просто, ну, координаты неправильно дали. И весь залп, получается, лег на вот эту высоту, где я был, и в поле дальше. Вот. И вот с этого момента ракета где-то взорвалась от меня в метрах 10-15. То есть я услышал, что, ну, вот этот шорох в поле взрывается. Смотрю, начинают ракеты ложиться ближе и ближе. Я вот в эту ямку прямо и упал. Вот. Такое было первое ощущение, что вот мне ракета прямо попадет прямо в спину. Вот. Не знаю, почему-то такое было ощущение. Потом начался очень сильный пожар. Вот. Потому что вот эти зажигательные ракеты, они вот, когда попадают в землю, вот, получается такой фонтан, как сварка. Вот. Очень высокая температура. И там даже трава зеленая, не зеленая, все вокруг начало гореть. Очень серьезный пожар был. Вот. Мы собрали вещи там, какие можно было, и начали с высоты спускаться. Не забуду никогда глаза ребят, которые нас встречали. Они нас, знаете, как будто бы люди с того света вернулись. Вот. На нас так смотрели. И вот тогда уже все в середине, скажем, стало понимать, что все, вот она, наступила моя война. Для меня запоминающимся был, во-первых, первый бой утренний, 7 августа. Это вообще самый первый бой, когда отправили подразделение на штурм Иловайска. Вот. Нас усилили там танчики БМП 51-й бригады. И был с нами 3-й полк спецназа и правый сектор. Правый сектор, я скажу, это вояки такие, конечно, от бога. Вот. И у нас была задача захватить Иловайс, там как-то обойти его с правой стороны, со стороны Степана Крынки. Вот. И тогда вот, вот это вот был первый мой стрелковый бой, когда пули рядом свистели, ну, прям именно по-настоящему. Я вообще сам гранатометчик с автоматического гранатомета. И вот тогда по корректировкам, ну, по словам парней из правого сектора, там, я со своего АГСа положил так человек 30. То есть, вот, тогда я впервые в жизни увидел, что такое падающие 120-мм мины в поле, когда, ну, там, спрятаться уже особо некуда. Когда вот эта динамика, танки стреляют, танки подбиваются, раненых тягают. Вот. Ну, раненых там было немного, вот. Но, но сам факт. И вот, вот это такой запоминающийся бой. Второй серьезный бой, это был бой 13 августа, когда мы выставляли ключевой опорный пункт 40.01. То есть, если бы не было опорного пункта 40.01, то наши ребята с 40.03 и 40.02 под Иловайском, они были бы в окружении. И вся группировка Иловайская, скажем так, она бы там, ну, рано или поздно, ну, их бы там окружили и как бы разбили. Вот. И стоя на 40.01, вот, для меня было тоже таким, отчасти большой ответственностью, а отчасти было, ну, шоком, когда вот комбат снял перед отправкой, снял с себя каску. У нас тогда каски далеко не у всех были. Бронежилеты были более-менее у всех, а вот касок не было. Он снял с себя каску в комбат-модке и говорит, на, держи, тебе будет нужнее. Назначил в старшем группе, и мы пошли на штурм Грабского. И как раз это был очень серьезный бой. Кроме того, что были раненые и убитые там, были ребята, которые просто теряли сознание из-за жары. Получали солнечный удар. У одного даже, не знаю, по-моему, третий полк или, может, кто-то другой, не помню. У человека открылась просто язва. Ну, то есть условия были очень тяжелыми. Вот. И мы там, нам удалось закрепиться, все. И вот самое сложное случилось вечером, потому что командующий сектором и вот этой всей группировкой, и генерал Хамчак, и комбат, говорит, старший на опорном пункте. Говорю, как, ну, я вообще рядовой, я и срочку не служил. Я бы хотел бы, но я просто не справлюсь с этим всем. Давай, выставляй блокпост там, где он раньше стоял. А раньше блокпост стоял прямо в поле, на стыке посадок. А я понимал прекрасно, что там где-то метров, ну, максимум километр от Иловайска, и там все как на ладони. А вот вся группировка оттянулась на край Грабского, и людей настолько много, и морпехи, и третий полк, и наши, и там, и другие. И вот если эта вся куча железа и людей соберется в одном месте, нас просто до утра раздолбут минометами. Ну, пришлось, конечно, не по уставу общаться, но договорились до того, что ночуем до утра, дальше закрепляемся, дозачищаем село, и как бы там остаемся. У нас был приказ, комбат звонил, говорит, выходите малыми группами потихоньку, потому что, это уже где-то было в районе 25 августа, говорит, выходите малыми группами, потому что, ну, вам уже никакого подкрепления, ничего не будет. Я пришел к 93-й к минометчикам, говорю, ребята, такой, такой есть, ну, как бы не приказ, но команда к действиям. Там, у вас есть какой-то приказ? Они говорят, нет. Ну, я тогда первый раз в жизни увидел, как у людей гаснут глаза. Вот, они понимают, что им уходить нельзя, и понимают, что они нас не могут удержать. Я пришел, ребятам своим говорю, говорю, парни, какие наши действия? Большинство сказало, да не большинство, все сказали, остаемся. И вот мы остались до самого конца. Мы выходили вообще самые последние, то есть, я видел, мимо меня проезжали все, и Донбасс, и, я не помню, Днепр-1 был или нет, Херсон, там, Миротворец тоже проезжал. И мы не могли сняться с 40.01, пока наши опорники с 40.03, с 40.02 не оттянутся. То есть, мы их, кстати, очень долго ждали, потому что у ребятам то ли БМП не заводилось, то ли еще что-то. То есть, мы ждали до самого последнего. Были вот, вот эти моменты были, не знаю почему, но они были самыми памятными. Я помню некоторые грузовики с личным составом Донбасса, вот, и буквально через какой-то там час я видел эти грузовики, от которых осталось только одни там полуоси. И ребята, которые мне махали буквально вот-вот, вот их уже нет. И я хочу сказать, что, несмотря на то, что ситуация была очень тяжелой, мы все понимали, что вот мы сейчас выйдем на ротацию, мы отдохнем, наберемся сил, и мы вернемся. Мы, когда начали выходить, то никаких обстрелов не было. Обстрелы начались, ну, в молоко, то есть, непонятно куда они стрелялись с минометов, когда мы вошли в Многополье. В Многополье там собрались все колонны, ну, как тогда казалось, собрались все войска, то есть, людей было очень много. Для меня до сих пор непонятно, почему наше командование, зная, у них же были данные разведки и так далее, почему мы пошли по этому зеленому коридору, если мы могли, скажем, пойти в сторону Дебальцева. Элементарно могли пойти в другую сторону, там нас точно никто не ждал. У нас была такая армада, что если бы там какое-то сопротивление было, мы бы его просто гусеницами затоптали и все. Не знаю, почему мы туда пошли. Не знаю, почему было принято решение выходить не по-боевому. У нас было столько силищей, что мы могли бы там, я уверен, мы могли бы там прорвать эту всю оборону, потому что у русских, это мы уже потом с ними общались, у них были очень большие потери, они были, ну, я бы не сказал, что абсолютно деморализованы, но они были очень-очень так подубиты, потому что там ребята были там 19, 20, 22, 24 я самых старших видел, мы с ними общались. И самый ураганный огонь был как раз под Красносельским, потому что, как потом мы увидели, мы шли на окопанные, вот стояло два танка вдоль дороги и две или три БМД. И плюс много окопов с пулеметчиками, автоматчиками и так далее. И мы, получается, вот в этот, ну, грубо говоря, в огненную стену всем скопом ехали. Тогда начали ребята там с Донбасса, с Донбасса было очень много ребят, там вояки очень мощные. Начали просто в село Красносельское заезжать машины со стороны огородов и как бы начали прятаться в селе. То есть переждать как-то там, возможно, какую-то реорганизацию сделать, чтобы понять, что делать. Хотя тогда уже наступил, мне кажется, тогда уже наступил хаос неконтролируемый. Потому что рация, по которой была связь с командованием, она уже молчала. То есть тангенту нажимаешь, она просто гудит и все, это означает, что ну все. Я не знаю, как живет генерал, который бросил свои войска на поле боя. Мы продержались в Красносельском, у нас было там порядка 300 человек вместе с Донбассом, 17-й, 39-й батальон, 3-й полк спецназа. Почему я это знаю? Потому что мы продержались больше суток. Да, мы больше суток продержались. То есть Донбасс, когда вошел в Красносельское, там у них гранатометчики, они, во-первых, уничтожили несколько танков. Мы настолько стремительно вошли в Красносельское, что ребята захватили где-то, по-моему, то ли 8, то ли сколько человек российских военнослужащих. Это видео есть в интернете. Я лично общался с этими парнями российскими. Там был даже такой, по-моему, Арсений Эльмитов, вот как-то так. Он вообще говорит, ребята, заберите меня с собой, я не хочу к своим. Потому что договорились о перемирии. Почему? Потому что с российской стороны тоже были потери, а у Донбасса были врачи. И договорились, что окажут там помощь медицинскую и так далее. И договорились не стрелять. И еще была идея на тот момент обменять этих российских военных на коридор. На что россияне ответили. Мы еще, я помню, когда рацию так прям держали, им давали слушать, что говорит, у нас приказ равнять вас вместе с нашими, то есть с пленными. Ну, надо было видеть глаза этих российских солдат, этих пацанов. Потому что, ну, там были в основном танкисты, у них там рост невысокий. Ну, пацаны вообще. Я не знаю, как можно служить в армии, когда тебя вот так вот посылают на мясо. Вот. И получается, мы до вечера переговоры велись. На переговоры ходил наш Сергей Сергеевич. Тоже человек себя проявил очень неожиданно. Он во время переговоров, будучи уже разговаривая с россиянами, надо ему отдать должное. Он предотвратил обстрел, потому что на Красносельской уже на тот момент были наведены ноны, то есть это десантная такая установочка, которая может и минами стрелять, и снарядами. Были грады наведены и прочее. И у них был приказ, они нас много кошмарили, то есть делали, стреляли с недолетом и с перелетом, то есть чтобы нас мотивировать сдаваться в плен. А мы же держались. Вот. И когда там командир с российской стороны сказал, что все, уже будем Красносельское равнять, то Сергей Сергеевич сказал, что, говорит, если ты начнешь по них стрелять, у них сил довольно много, они сейчас пойдут куда-то на прорыв, и у тебя будут очень большие потери. А на тот момент это были то ли ульяновские, то ли псковские десантники, они там на марше очень хорошо там получили, у них очень много было потерь. Даже сами парни уже, ну, российские говорили, потому что на тот момент мы уже договорились, что, ну, не стреляем с ними. Они соблюдали перемирие, мы соблюдали перемирие. То есть их двухсотых мы показывали, чтобы они приходили, забирали. Мы там своих двухсотых забирали. Вот. В основном, месседж, как бы, от них, который мы услышали, это вот тоже банальная пропаганда. Правый сектор, нацгвардия убивают, насилуют, там, едят. То есть, ну, полный бред вообще. Мы потом, получается, на следующий день, где-то часа в четыре, нам, со мной на связи был тогда комбат и, как ни странно, Николай Колесник в Днепропетровской администрации. Вот эти два человека со мной были на связи. И когда нам сказали, что, ребята, вам уже на помощь никто не придет, потому что те, кто должны были к вам прийти, они разбиты, все. Вот. Тогда были, там, ходили такие мысли взорвать гранаты и так далее. На что тогда Николай Колесник сказал, говорит, не дурите, мы вас там, кого будем выкупать, кого там еще каким-то образом вытягивать. Только самое главное, чтобы остались живые. Вот. Я сообщил комбату количество людей, фамилии, и мы, ну, сдались в плен. То есть мы оружие свое там привели в состояние полной негодности. До этого КАМАЗ у нас сгорел полностью, там, с боекомплектом совсем. Вот. И мы нас собрали, разделили Донбасс отдельно. Вот. А всех мы, как бы, считались военнослужащими ВСУ. Вот. Разделили нас и повели в тыл. Недалеко от Комсомольского мы ночевали в поле. И на следующий день, часов в районе десяти, нас приехал Красный Крест. По-моему, это было село Осыково. Ну, там тоже было все очень напряжено, потому что не было никакой ясности. Нас вывели просто на пляжик такой возле Ставка. ДНРовцы ездят, а никакого Красного Креста нет. И уже начали говорить, ну, ходить слухи, говорить, что... Да какой Красный Крест? Кто там приедет? Сейчас тут расстреляют прямо всех-то и все. Ну, оказалось, приехал Красный Крест. И вот сначала мы приехали на Волновахский аэродром. А потом с Волновахского аэродрома, там, в сопровождении разведки, мы ехали в КАМАЗе, в котором... В котором хлюпал еще трупный яд. Потому что на этом КАМАЗе в прошлую ходку везли двухсотых. Мы в этом КАМАЗе ехали. Приехали на Дачное в Непропетровскую область. Тогда на следующий день нас отпустили. Таким вот образом. Я прекрасно понимал, что в плену ты уже не человек. Нужно отдать должное, как ни странно, отдать должное россиянам. Я лично не видел, чтобы они кого-то ударили, оскорбили, унизили. Не оказали помощь. Они на следующий день буквально, мы вечером сдались в плен, переночевали. Они на следующий день нам привезли свои сухпои в воду. Я не видел, чтобы кого-то били, чтобы кого-то рассказывали какие-то вещи, я не знаю, унизительные. Не было такого. Потом, у меня даже мысли никакой не было о том, чтобы вот, хватит, вот в Виловайске я побыл. С меня хватит, я дальше не пойду. Я абсолютно спокойно пошел командиром отделения гранатометного уже в Дебальцево. Я перед выездом, я не участвовал в общем выезде батальона из Макулана. Я немного туда приболел, я с волонтерами туда приехал. И вот самый первый вопрос, который я задал, когда приехал туда, говорю, покажите мне карту, покажите, где мы, а где они. Мне карту показали, а там вот такая вот бутылка. Говорю, так мы уже в котле получается? У нас получается как котловой батальон отправляют. Мне там тогда сказали, заверили, что у нас тут артиллерия, это то-то, сё. Мы уже такое слышали, я в сказки не верю. Где-то 27 декабря я приехал в Дебальцево, в базовый лагерь наш. И буквально там после Нового года, числа, по-моему, 6 или 7, 6, по-моему, где-то, января, я уже был на опорном пункте «Зенит» под Новогригорьевкой, там опорный пункт в поле. Ну и как бы мы там уже держали оборону. У нас тогда было 5 человек, скажем, из первого состава, который прошёл Иловайск, а все остальные были из третьей волны мобилизации, то есть ребята были не обстреляны. Был даже случай такой, если я не ошибаюсь, 7 февраля, мы увидели, я был как раз возле Юры. Я приходил постоянно, так сказать, в офицерский блиндаж узнать, ну, как я говорил, политинформацию. То есть что происходит, что мы отдали, что мы не отдали, где наступает, кто жив, кто там, ещё что-то. Чтобы быть постоянно в курсе событий, потому что рация батальонная была только там. И почему-то так получалось, что когда я не брал с собой автомат, происходили бои. Не знаю, почему так вышло. И вот мы с ним стоим и смотрим, как с правой стороны из посадок начинает выходить техника, медленно, с пехотой. Они, как оказалось, это была разведка боем. А наши не стреляют. А мы стоим в шоке, а почему? Почему так? Почему не стреляют? Юра запрашивает по рации, почему не стреляют? В ответ доклад, так там же ж люди. Какие люди? Это враг. И вот мы начали стрелять, и у ребят тогда вот этот вот барьер как бы снялся. А потом уже начали по ним стрелять. И тогда уже появился вот этот боевой, не знаю, не сказал бы, что там, боевой кураж, а уже непосредственно сам бой завязался. То есть у человека снимаются тормоза тогда, когда по нему начинают стрелять. Кто-то прячется, а кто-то начинает в ответ стрелять. То есть вот это было первое, скажем так, боевое крещение. То есть до этого нас там обстреливали минометы, там самоходных артиллерийских установок обстреливали. А именно вот этот вот бой запомнилось тогда, что действительно разница между обстрелянным бойцом и необстрелянным. Это было 8 февраля. Было рано утром. Как раз было такое время, когда ночные смены сменяются, а утренняя смена еще просыпается, ну скажем, в основном старались очень настороженно и ответственно смотреть за периметром ночью, чтобы не подкрались, потому что очень тяжело, если противник попадает в окопы, его потом с окопов очень тяжело выбить. То есть в основном смотрели ночью. А под утро, ну по-любому кто-то ходит, смотрит, то есть просыпаются все и так далее. И как раз вот в этот промежуток, когда еще, когда уже ночная смена идет отдыхать, а утренняя смена вот-вот только заступает еще с сонными глазами, там у нас такой был боец с фамилией Пылыпец, такой оторви-выкинь, но именно он заметил, что на Новогригорьевку идут танки, то есть они даже не отстреливались от нас, они примерно знали, где находится опорный пункт. Они с вечера сделали вот эту разведку боем, и на утро они пошли просто на прорыв с пехотой на танки. Тоже нужно отдать должное нашим птуристам, которые вот с птуров стреляли по ним, ребята отрабатывали просто не то что на пятерку, на десятку. И они в основном и вот эти танки зажигали. Зенитчики, получается, стреляли, снимали с них динамическую защиту, а в туристы уже непосредственно управляемой ракетой уничтожали танки. То есть вот таким макаром. После первого танка был сумасшедший подъем боевого духа. По рациям там и просто в окопах звучала «Слава Украине! Смерть врагам!». Вот, и уже, я думаю, если бы они на нас даже и дивизии тогда выдвинулись бы, то там бы, наверное, поле металлолома так и осталось бы. Потом был следующий танк, следующий танк, и уже, скажем, такой был боевой кураж, что уже ничего тогда не было страшного. На поле боя непосредственно осталось просто вот уничтоженных, и это подтвержденные потери сепаратистов, три танка. Четвертый танк мы хотели захватить, потому что он был подбит. Но у сепаратистов, у них есть такой нюанс, что они стараются подбитую технику забирать из поля боя. И еще очень такой был показательный момент, когда один из танков, это уже третий танк подбили, выскочило две БМП, просто вот, ну, прожогом они даже толком не стреляли, выскочило две БМП. Я подозреваю просто, что один танк был с российским экипажем, а другой с экипажем сепаратистов, потому что мы из первого танка, мы вытянули одного сепаратиста, он потом пошел на обмен. Вот. И я в бинокль видел, что они вот, ну, стреляют с автомата. То есть там наших не было. По ком они могли стрелять? Ну, только, видать, по танкистам по каким-то. Они же не будут в гусеницу куда-то стрелять или еще что-то. Просто я тогда, ну, в бинокль это все наблюдал, и они кого-то забрали, вот, и уехали, а кого-то вот просто там добили и все. Ну, вот, сами делайте выводы, по ком они могли стрелять. Ну, я так подозреваю, что добивали кого-то из ЛНРовцев, ДНРовцев. Российский экипаж забрали, а вот этих кого-то из раненых посчитали нужным, что не стоит его забирать. Я вам скажу, что один танк уничтожить, это многого стоит. Это непросто. Потом, вот, 8-го числа был бой, а 9-го числа они попытались, это они нас, получается, пытались атаковать с правого фланга, а это с левого фланга. И танк, получается, пошел прямо по посадке. Там посадочка была, там, ну, деревья были не старые. И вот просто танк пошел по посадке. Вот, мы, опять-таки, мы этот танк тоже очень радужно встретили. Зенитка до туда не доставала. Мы его обстреляли с РПГ, с мух, даже и с огнеметом мы по нему стреляли, потому что, ну, ну, мы не добрали этот танк. Я просто, тогда уже мы поняли, что всю технику надо добирать, потому что потом будет очень плохо. Танк начал, у него, видать, заклинило башню, и он там, постояв, спрятавшись за бугорком, он начал задним ходом отходить и просто начал отстреливать боекомплект, ну, себя прикрывая. А у нас на тот момент уже осколками была побита вся бронетехника, и у нас же на опорном пункте был один танк ездил, один стрелял. А потом тот, который стрелял, он вообще тогда поломался, и как бы все, нам даже нечем было по нему его добить. И потом уже этот танк на следующий день там и дальше становился на недосягаемое расстояние и просто вот по нам стрелял, пока не отстреливал весь конвейер. Вот. И его ничем достать нельзя было. Очень, очень с этим сложно было. Поступила информация о том, что Копье и Мойша уже вот все, то есть у них уже без вариантов. Вот. И когда уже там начался выход, было принято решение, у нас на тот момент техники вообще никакой не было. Вот вообще все уничтожено было. Либо уничтожено, либо посечено осколками до нерабочего состояния, то есть все без вариантов. А 50 человек, даже если это как раз было где-то 16-17 февраля, что мы тут держим фронт, не могут нас взять, а нам наше, опять-таки, гениальное командование оставило тыл. Они по нам уже с тыла стреляли. То есть по нам, кроме того, что спереди стреляли, по нам уже начали стрелять и с тыла. То есть уже минометы начали с той стороны стрелять. У нас получается за спиной было Логвиново. Как можно было Логвиново прощелкать, до сих пор загадка. То есть мы со своей стороны не пропустили. Со стороны Валеры, там Санжаровская балка, там тоже был очень серьезный бой, знаменитый. Тоже они не прошли. И плюс меня очень... Это я уже потом, после выхода из Дебальцево, увидел, как наш верховный главнокомандующий в соблюдении минских договоренностей дал приказ, несмотря ни на что, артиллерии не открывать огонь. А у нас, кроме артиллерии, больше никакой помощи уже не было. Никто к нам не ездил, желающих не было. И на Копье, и Мойшу тоже никто не ездил. Желающих не было вообще. Не было ни единого командира, генерала, супер какого-то мэна, который бы пошел, ребят деблокировал. А ребят надо было просто деблокировать. Не знаю, где наши были там супермодные подразделения, не буду называть. Вот, не знаю, где они были. А ребят нужно было просто деблокировать. Они же никуда не уходили. Я считаю, что ребята, которые были на Копье и Мойше, их вообще не стоит. Не то, что обсуждать даже в ихнюю сторону даже никакого плохого слова. Потому что мы много дней наблюдали, как, вот, не знаю, чтобы вам было легче представить, ночью вспышка молнии на все небо. А у них так всю ночь. Всю ночь горит небо. Всю ночь. То есть это САУ постоянно работают, пионы в ихнюю сторону работают, работают грады и кассеты. Вот залп артиллерии, залп градов, залп артиллерии, залп градов. Всю ночь горит. И в этом всем ребята стояли и ни на метр назад не отошли. Понятно, что раненые погибшие, неким, неким просто усиливать их. И взяли еще и тыл оставили, там, сепаратисты накопились, то есть не делалась никакая зачистка, ничего. Вот, ребята ни на метр не отошли от своих опорников. Я считаю, это вообще героизм, там столько геройских мужиков, просто... Вот я вам скажу точно, что в окопах атеистов нет. У меня КАМАЗ, на котором мы выходили, вот под шквальным огнем в КАМАЗ, я его осматривал потом, не попало ни одного осколка, ни одной пули. У меня вообще, у меня контузии, но у меня ни бронежилет, ни форму, ничего, у меня даже ни маленький осколок не порезал. Ни за первый, ни за второй раз. Второй раз вот по нашему опорному пункту стреляли, там были воронки глубиной, наверное, больше двух метров и в диаметре больше пяти. Вот, у нас ни единого погибшего на опорном пункте зенита. Ни единого. Мы выходили ночью, 50 человек, мы только примерно знали, где там могут находиться сепаратисты. Мы выходили, вот на свой страх и риск и ни одной растяжки, там же неизвестно, где чье, потому что иногда посадки и позиции переходили по нескольку раз из рук в руки, каждый их минировал. Ни одной растяжки, ни одной мины, ни одной засады мы не попали. В целом, ничего, я не стал наркоманом, не стал алкоголиком, я вообще это не употребляю. единственное, что появилось обостренное чувство справедливости, но опять-таки я понимаю, что его тут ну что, ну пойти кому-то кого-то побить за его взгляды меня посадят. Посадят ли сепаратиста, меня посадят. Вот, и если придется еще раз идти, я думаю, что придется идти, я даже задумываться не буду. Это Украина. Там тоже живут украинцы. У меня есть много знакомых, которые до сих пор там остались, которые нам помогали. Я знаю девчонок, которые из Макеевки через посты ДНР, только вдумайтесь, летом через посты ДНР они нам возили еду, воду, одежду, клеенку и прочее, прочее. Эти девчонки потом на своих машинах одевались красиво, на своих машинах вывозили ребят из Иловайского ада. Их, даже президент их фамилии не знает. Если им будет интересно, я ему их назову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok